Ну а далее поговорим о закончившемся саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде. Там Путин встречался с руководителями Китая, Турции, Ирана, Индии и других азиатских стран, отношения с которыми для России после начала войны и разрыва с Западом стали гораздо важнее, чем раньше. Каких-то принципиально новых заявлений о сотрудничестве на саммите не прозвучало, но эксперты дружно отмечают несколько сигналов. Например, в тоне заявлений китайской стороны заметили охлаждение в связи с войной в Украине, а премьер Индии заявил Путину, что сейчас не эпоха войн, на что тот вынужден был оправдываться. И это не единственные неловкие моменты, произошедшие с кремлевским диктатором в Узбекистане. Тему далее продолжим с Игорем Яковенко, журналистом, социологом. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вы считаете, Путин постоянно на вот этих встречах в Самарканде с лидерами азиатских стран твердил, что план корректировки не подлежит, имея в виду в Украине наступательная операция не прекращается. Но с другой стороны, те же лидеры Китая, Си Цзепинь или тот же Эрдоган, они же прекрасно осведомлены, благодаря своей разведке, как разворачивается ситуация на полях Украины. То есть они понимают, что Путин, по сути, просто блефует в такой ситуации. Поскольку это первый зарубежный визит Путина после поражения под Харьковом, то действительно было очень характерно, это впервые Путин был в состоянии проигравшего. А проигравших на Востоке, вот на том, по крайней мере, Востоке, куда приехал Путин, это было в Самарканде, там были страны Центральной Азии, Турция, ну и, естественно, Индия и Китай. Это тот Восток, где проигравших не любят. Это не Запад, от которого Путин решил отказаться и повернуться к нему спиной. На Западе, в Европе проигравших жалеют, здесь действуют совершенно другие законы. А на том Востоке, куда решил обратиться Путин, вот с проигравшими поступают так, как с ним поступили. И это было, понимаете, там было действительно одно очень важное, серьезное решение. Решение, связанное с вот этим вот транспортным коридором из Китая в Европу, который прошел, минуя Россию. Это был долгий проект, как именно пройдет вот этот транспортный коридор. Ну и он прошел через Центральную Азию, через Турцию и в Европу. То есть Россия здесь оказалась лишним. Это лишнее совершенно. Это то, что касается дела. Но не менее важным было то, что называется язык тела или язык церемоний. Для Востока это очень важная история. И здесь, когда Путин встречал у трапа самолета не президент Узбекистана, а премьер-министр, это первая такая, ну не скажу пощечина, но такой легкий подзатыльник, который был дан Путину. Когда Путин, который всегда заставлял себя часами ждать там британскую королеву, папу римского и других мировых лидеров, а в этот раз он ждал президента Кыргызстана, ждал других людей, которые с ним все-таки встречались. Это еще одна, потому что еще раз подчеркиваю, это вот что называется язык церемоний. Ну и язык тела. Мы все видели видео и фотографии, как Путин сидел на краешке стула, докладывая, оправдываясь перед своими новыми хозяевами. А новые хозяева это Индия, которая сейчас... Вот премьер, вы упомянули, как он оправдывался перед премьером Индии, о том, что вот вроде бы как он не виноват, он хочет мира, а вот Украина злобная, она не хочет мира, хочет войны. Но самое главное здесь тон, не содержание, потому что содержание здесь совершенно бессмысленно, а именно тон, вот этот вот язык тела. Путин действительно приехал к своим новым хозяевам. Это, безусловно, в первую очередь Си Цзиньпин, с которым он беседовал совершенно безуспешно, потому что никакой, конечно, военной помощи Китая оказывать России не будет. Ну и Индия, которая сейчас в значительной степени спасает Путина экономически, поскольку в 90 раз увеличила закупки углеводородов. Ну, правда, со скидкой, с огромной, там, по-моему, если не ошибаюсь, 30 процентов. Но, в общем, короче говоря, это действительно было очень серьезное унижение Путина. Путин рассчитывал на то, что вот этот многополярный мир, о котором он мечтал и о котором он с 2007 года во время своей Мюнхенской речи заявлял, этот многополярный мир, что называется, мечты сбываются, он действительно состоялся. Но вот на том полюсе, который Путин надеялся, что он возглавит, он оказался шестеркой. Он оказался никому не нужным, лузером, проигравшим, об которого, ну, скажем так, открыто ноги не вытирают, но, в принципе, всячески ему дают понять, на какой ступеньке он находится вот в этой иерархии. Игорь, а скажите, а как вы думаете, вот эти вот фотографии, которые появились после саммита, там, где Путин ждет и президента Эрдогана, и лидера Кыргызстана, ну, по-моему, чуть ли не всех, по-моему, он ждал, вот с кем у него были эти двухсторонние встречи. Но это же, наверное, тоже неспроста. Наверное, очевидно же, что на языке встреч вот таких, это говорит о том, какое у этих лидеров к нему отношение. Или это совпадение просто такое было? Может, он раньше просто начал приходить, уже теперь не задерживается? Нет, ну, я ровно об этом сказал, что Путин всегда, значит, заставлял людей ждать, потому что Путин, на самом деле, он как раз очень хорошо умеет говорить вот на этом языке, на, ну, скажем так, на языке иерархии. То есть, значит, он понимает, как строится иерархия. Западное общество, оно не устроено по принципу иерархии. Здесь, в основном, все-таки исходит из равенства людей изначального, даже если это люди, так сказать, разного политического, финансового, интеллектуального и другого капитала. А вот логика Путина, это как раз логика вертикали. И вот в этой логике ему дали понять, где он находится на этой вертикали. То есть, раньше он заставлял себя ждать, а сейчас его заставляют ждать. Его поставили на место. Ему показали, что в этой вертикали, восточной, он находится на самых, вот в этой восточной пирамиде, он находится на самых нижних этажах. Ну, там, где, вот, где, собственно, ему и место. Поэтому совершенно очевидно, что, в общем, Путин, повернувшись от Запада на Восток, оказался вот как раз там, где он сейчас находится. Это действительно, вот, ему просто публично надели помойное ведро на голову. Игорь Александрович, а вот этот вот эпизод, когда, ну, похоже ли это на месть, когда, вот, если вы тоже, наверное, видели, когда в предвстрече с Эрдоганом Путин обратился к нему, господин премьер-министр. То есть он, у него, как бы, ну, склероз, он забыл, что он говорит с президентом Турции? Или это вот сознательно такое, действительно, какой-то, может быть, попытка вот отомстить за вот такое отношение к нему всех вот на этом саммите? Ну, трудно сказать. Это все заметили, да. Это именно было обыграно, как попытка какую-то шпильку вставить. Потому что, ну, была еще одна очень знаковая фотография, когда Путин с Лукашенко сидят, так сказать, на краешке диванчика, так сказать, и смотрят в рот Эрдогану, который сидит на председательском кресле, широко как хозяин расставив ноги и что-то говорит. Рядом с ним сидит Алиев тоже в позе хозяина. Вот, а эти двое, так сказать, сидят как, значит, такие незваные, нежданные и не очень желанные гости. Действительно, Путин вполне возможен. Я, кстати, не исключаю, что это просто, так сказать, он перепутал. Но, скорее всего, да, это такая мелкая попытка, так сказать, как-то уязвить. Хотя было очень смешно. Было очень смешно. Это, ну, действительно, ну, все мы оговариваемся, но, тем не менее, вот такого рода оговорка публичная, лидера страны, который там на что-то претендует, она выглядела очень знаковой. И если это месть, то очень мелкая, очень мелкая. Потому что, на самом деле, было понятно, кто в данной ситуации хозяин, а кто к кому пришел в гости и, в общем, его не особенно встречают. В целом, это было, безусловно, очень серьезное унижение Путина и, так сказать, демонстрация того, что на Востоке он, строго говоря, никому не нужен. Слушайте, Ихарь, ну, он же, наверное, приезжал, ну, я уверен, он приезжал не за этим, он-то думал, что он добьется каких-то своих целей на вот этой, на встрече шанхайской организации сотрудничества. А какие это цели? Чего он вообще туда ехал? Зачем? Вы знаете, вот это примерно из той же серии, а зачем он начал войну против Украины? Значит, это демонстрация, яркая демонстрация того, ну, все нормальные люди понимали, что Украину он победить не может. Значит, ни при каких обстоятельствах. Даже там, вот в случае какого-то там временного успеха было понятно, что огромную европейскую страну, ну, для этого надо, там, я не знаю, 10-миллионную мотивированную армию. Для того, чтобы даже удержать просто такую территорию. С народом, который явно будет, уйдет в партизаны. Это все понимали. Но Путин находится в очень, в очень таком строгом, жестком информационном бункере, который он сам же создал. И вот те папочки красные, которые ему носили, они ему показывали, демонстрировали, что, ну, Украина, да, а что такое Украина? Значит, она сдастся в три дня, значит, Зеленского приведут в наручниках к нему, ну, а украинцы будут встречать цветами российских оккупантов. Ну, что-то пошло не так. Вот здесь то же самое. Видимо, были какие-то красные папочки, где говорилось о том, что он приедет на это заседание Шосса-Самарканд, где его будут встречать, и он отыграется таким образом за это поражение. То есть здесь же проблема еще и тотального вранья, которая существует, тотального вранья и нежелания говорить правду своему хозяину. На этом Путин сгорает, потому что он действительно, вот то, что мы слышим по телевизору, там, у Соловьева, Киселева, у Симоньян, Марии Захаровой и так далее, это же примерно самое докладывается Путину. Не надо думать, что существуют какие-то секретные информационные каналы, которые говорят правду Путину. Это не так, это ошибка. И Путин живет в том же самом информационном бункере, он питается той же самой жвачкой, пропущенной через вот этих вот вечерних мудозвонов и прочей вот этой телевизионной челяди, точно та же информационная жвачка, она находится у него в голове. Поэтому он постоянно ошибается. И в этом еще один залог поражения России. Спасибо, Игорь Александрович, Игорь Яковенко, журналист-социолог, был с нами на связи. Мы обсуждали последствия, итоги визита Владимира Путина на сайт ШОС в Самарканде и как его там встретили, ну и немного унизили. Спасибо вам, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok